Сотрудник личноохраны президент Путин покончил с собой утром прямо на территории Кремля. Застрелился во время службы человек, да? То есть, из табельного оружия. Причиной, пишут, стали переработки по 15 часов. А эта жена говорит, скорее всего, да? А эти... Те говорят, он с женой там не дружил и прочее, прочее, прочее. Ну, то есть, в таких случаях, конечно, всегда найдет, что рассказать. Но обратите внимание, вот интересно. Значит, супруги Захарова сразу даже не сообщили о его гибели. Женщине позвонили позже, сказав лаконично, что Михаил умер. Без каких бы то ни было подробностей. Может быть, подробности они еще и сами не знали, когда звонили. Может, он вообще в этот момент еще живой был. Да? Поэтому... Все это очень интересно. Интересно то, что второй ФСОшник за год кончает с собой. Да? То есть, говорят, очень тяжелые условия службы и так далее. 15 часов работы. Ну, мы... Как бы я, когда занимался охранной деятельностью, да? И мы такие вещи первые продвигали. То есть, еще ФСО-то и не было как такового. Набирал этот ельцинский охранник, еще набирал всяких золотовых. А мы уже знали. То есть, у нас уже был термин, который назывался полное заполнение. Полная загрузка или полное погружение. То есть, так мы это называли. Что это значило? Это значило, что человек, который работает в охране, если он работает днем, то он работает каждый день по 12 часов. Ну, иногда там имеет какие-то выходные. Если он работает ночью, он работает ночь через ночь. Почему это было принципиально? Чтобы человек не успевал ничего сделать. Да, даже если вот вдруг у него в голове будут какие-то там планы нехорошие. Да, у него просто времени на это не будет. Мы платили нормальные деньги, и все было нормально. Здесь, я думаю, тот же самый принцип. То есть, никто из-за этого не стреляется и не умирает. Поверьте. Из-за загрузки. Потому что охранная деятельность, это не та деятельность, на которой это не мешки ворочать. Да, там по 15 часов вагоны разгружать. Все это херня. Нет, мы это все проходили. И люди особо сильно не страдают. Наоборот, на работе еще там занимаются спортом, физически укрепляются и так далее. Потому что они все время на глазах. И не напьешься, и что-то не сдуришь. Поэтому, как-то странно. Вот второй самоубившийся психологическое тестирование там совсем что ли не проходит? Я сомневаюсь. То есть, человек, который охраняет Путина, не проходит психологическое тестирование. Или там забили все точно так же, как во всей России. Хрен на все забили. Ну, я сомневаюсь что-то. Потому что Путин уж очень себя любит и очень охраняет. Я допускаю, что там через жопу все. Но не до такой степени. Второй, второй за год. Обратите внимание. Ну, может быть и что-то другое. Может быть он вдруг, это случилось рано утром. Ну, может быть он стал случайным свидетелем чего-то. Невольным свидетелем чего-то стал. Того, чего у него допуска, как говорится, нет. Просто его убрали и все. Ну, представляете, человек стрелил со стабильным оружием. Я объясняю, как это сделать. Человек берет, приставляется к виску, пистолет его. Нажимается и все. Потом совершенно спокойно обрабатывается это оружие. Вкладывается ему в руки. Его никогда в жизни не узнаете. Я не буду называть фамилии. Но я знаю, в моей жизни был случай, когда такое самоубийство, в кавычках, было раскрыто только потому, что человек был ранен в локоть и у него рука не поднималась. Он ездил на машине, все нормально. Пулей был ранен в локоть и рука у него не разгибалась. А те, кто его застрелил, они этого не знали. Вложили ему револьвер, выстрелили. Ну, в смысле, вначале выстрелили, а потом вложили. И те, кто осматривают, вы что, прикалываетесь что-то? У него рука это не рабочая. Вот только так. А в остальном, ну как ты? Вот представьте себе, осмотром мест происшествия занимаются они сами. Вскрытие будут делать их врачи. И все такое прочее. Ну, вот где разница между тем, что он самоубился, да, и его убили? Никакой, абсолютно. То есть, кто-то приедет, какой-то странный следователь, будет пистолет биологические частицы изымать. Да даже и будет, что это даст. Так что, может быть, он стал невольным свидетелем чего-то, да. Может, увидел сразу трех Путиных, мы же не знаем. Ну, может быть, какие-то мысли имел, да. Мы же часто говорим, я особенно, что я рассчитываю на одного того, который сзади у Путина стоит с пистолетом, что может, когда-то нажмет. Может быть, хотел что-то сделать, а информация вырвалась, поскольку там и слушают, и нюхают. Может быть, это граф Штауфенберг, новый, да. Мы, может быть, через определенное время узнаем, что он готовил покушение на Путина. И его просто устранили. Но они же не могут сказать, что человек из охраны Путина готовил на него покушение. Или там не могут позволить, если он что-то узнал такое, что может нанести лично Путину вред, чтобы это вырвалось. Ну, что-то очень странное. Вот из тех отрывков, которые я читаю, сообщения семьи и прочее, прочее, я делаю выводы, что там не все так просто. То есть, там нет... Когда есть суицидник, когда кто-то застрелился, то всегда у начальников ощущение, что они виноваты. Это пролет. Кто-то, кто служил в армии, знает, что это самый страшный пролет. Это кисет полный. А у них этого нет. У этих начальников. Они там как отбиваются? Очень-очень красиво. То есть, это значит, у них отработан метод, и они знают, что сверху их прикроют.